Та-та-та-та-та Естественно, не молоко А кисти сочные, как яхонты горят Лишь то беда, висят они высоко Отколи как она к ним не зайдёт Хоть видит око, зуб не имёт Башню Крылова про голодную лисицу и виноград Который хочется, но не достать Наверняка помнят многие, равно как и вывод рыжей плутовки. Ну что ж, на взгляд-то он хорош, да зелен, ягодки не зрелые. Тут час оскомину набьешь. Здравствуйте, дорогие друзья. Правда, сегодня у нас не пример басни, и все, скажем так, наоборот, буквально, без подтекста. Достать виноград не представляется сейчас никакого труда, он свеж и по доступной цене. А вот как найти такой, чтобы не разочароваться? Чтобы выбрать вкусный виноград, достаточно ориентироваться на три принципиальные характеристики – сорт, спелость и качество. Специалисты утверждают, что лучший виноград – тот, что вырос ближе к месту потребления. То есть, в идеале, лучший, если вы сами его вырастили. Поверьте, и это возможно. Но на сорте остановиться проще. Один из самых заслуженных – сорт Тайфи. Название получил от аравийского порта Таэф, откуда был завезен в Среднюю Азию в период арабских завоеваний. Это 7-8 век нашей эры. И, конечно, нельзя не упомянуть кишмиш, который, собственно, не сорт как таковой, а целая группа сортов с мелкими, незаметными семенами, за что и ценится. Для любого блюда никаких кулинарных препятствий. Бери и готовь. К слову, кишмиш в переводе означает сушеный виноград. То есть, виноград идеально подходящий для изготовления изюма, конечно. Но, впрочем, выбор сорта – дело сугубо индивидуальное. Далее – спелость. Слегка встряхнуть гроздь. Если отпали несколько ягод, в самый раз целый ягодопад, значит, виноград долго хранится уже не то. Черные пятнышки на ягодках тоже могут быть признаком спелости. Что же касается качества, внимание требуют ягоды, находящиеся ближе к ветке. Они первыми выходят из строя. Хвостик – если уж очень сухой, значит, срок хранения уж очень большой. Ну и, собственно, формат грозди. Только полная крупная гроздь хороша. Маленькие веточки да виноградные россыпи говорят о том, что виноград уже перебирали, что-то отбраковали. То есть, ждет он звездного часа своей реализации уже прилично. К слову, как далее последует из нашего рецепта, чтобы в полной мере насладиться вкусом этого десерта, тоже нужно подождать. Но, по секрету, скажем, это не обязательно. Пудинг с семенами чиа и виноградом. Хорошенько взбить в блендере ванильный десерт, не молоко и полстакана любых ягод или фруктов. У нас виноград. Добавить семена чиа, хорошо перемешать. Оставить на 5 минут, затем снова перемешать и поставить в холодильник на несколько часов или на ночь. Подавать с ягодами, фруктами, орехами. Приятного аппетита, хорошего настроения. И это касается и десертов, и основных блюд разнообразного рациона. И взрослого, и детского. С вами была Жанна Соловьева. Удачи! Для самых маленьких теперь есть линейка детских продуктов не молоком. Безмолочные овсяные, гречневые кашки, кисели из овса очень полезны для пищеварения малышей. Детское немолоко идеально подходит для детей с непереносимостью лактозы и аллергией на молочный белок.